Парни, признаюсь, хочу поделиться с вами халявой Дебидовая карта Райфайзенбанка называется Все и сразу Золотая карта визы с просто дичайшим кэшбэком Если вы оформите ее по ссылочке в описании до конца сентября То она достанется вам совершенно бесплатно На весь период использования, а это 4 года Для тех же, кто не успеет, бесплатно будет только первый год Далее по полторы тысячи за год С удовольствием оплачиваю разные покупки этой картой И пользуюсь классным приложением для смартфона Это отличное приложение, например, для меня Любителя всяческой халявы, лайфхаков, кэшбэков Ну а для тех, кто любит и умеет юзать деньги банка Бесплатно в годный период Есть кредитка с лимитом на 110 дней Она так и называется Что приятно, карту привезли домой абсолютно бесплатно Оформляй карту по ссылочке в описании Поддержи канал И пользуюсь бесплатными плюшками от Райфайзена Надеюсь, ничего кипеть не будет машина О, кошка Беннок Беннок и никого нету здесь эхо такое до ночью нашли маслица плеснул ребят чё садитесь поедем все армуль да вроде время пол девятого получается и шим только просыпается улицы пустые ну по дороге смотрите здесь хорошие дороги хорошие так все в принципе нарядненько смотрится и кроме где мы ездили вот так все этот мой хороший следит мальчик мэр хороший сидит и поэтому сидит аккуратненько раз мусор вытащили не нормально я говорю я с питера в москву на север заехал у меня чуть глаз не выпал горы мусора бухие через каждые пять метров компании 5 6 человек стоят время 6 утра полиции вообще по барабану понял там же есть проблема даже куда из мусора вывозить какие-то закрыли один их они все бастуют тоже там мусор будет дышать нечем ну да не только вокзал получает здесь красивый не раздолбан тюрьма типа да колония а как ты понял ну ты не видишь по ограждению может армия и по вышкам армия видишь что мы перекиды не делали офигеть гаси так хоп-хоп все так красиво жизнерадостно тут хоп тюрьма не посреди города главный меня вот это прямо на краю он там мы выезжаем но мы я так понял мы по ленина нет республики улицы республики и видел сетки то не везде натянуто там где чаще всего перекиды делали где возможно сделать нам все погнали все в сибирь заезжаем уже почти дома еще на час и потом в новосибирской области еще на час да встречки реально нету долго сейчас будем стоять ну здесь не вон вон видно не длинная пробка это нас парадоксальная такая астрономия кому-то жрать нечего где-то на трассе стоят эти солнечные батареи ветряные мельницы Я говорю, я вот сколько в Питере видел людей. Ну вот бабушки стоят чистенько, одетые, аккуратненько. Видно, что она не бомж, не алкоголик никакой. Стоит с кружечкой, просит денежку. Проходишь 50 метров, мимо Rolls-Royce едет. Жип, дверь, купе. Вот сколько он может стоить, я даже ума не приложу. 20 миллионов, наверное. Да как не позже. И вот этот убогий, наверное, 135-й он или какой, короче, прикинь, пласкарт. Короче, ни кондиционеров, ни биотуалетов. Короче, вот эти розетки, которые местные, 50-амперные, они айфон не везут, короче. На родной зарядке айфон не заряжается. Да ладно. Я, ну, слушай, я тебе клянусь, не хватает, да? Не, он вообще не реагирует. Самсунговскую бошку беру, короче, оригинальную, с С9. Ага. Втыкаю, не везет, все равно. У пацанов какие-то там дигмы, беги, ну, вот эта вот помойка, которая там стоит 3 рубля. Говорю, блин, парни, можно зарядиться попробовать? Да не вопрос, смотри, тык, короче, он у меня заряжается, блядеть. Нормально, лайк поставил, да? Ну, паренек, короче, залазит. Нет. В Тюмени, по-моему. У него вообще седьмой, короче, айфон. И он слышал у него, пили-ли, пили-ли. И он бежит со своей зарядкой. Я так лежу на верхнем ярусе, смотрю на него, думаю, ну, ну, давай потыкайся, потыкайся. И он бам, что-то не то, бам, что-то не то, давай ее сверлить. Я говорю, не мучий провод, братан, не зарядишь, короче, проверим. Не везут айфуны, понял? Вот по на родных зарядках не везут. Свежие поезда, у них же бортовая сеть та же, а у них уже USB-шки такие, знаешь, прям в этом, у тебя возле шконки. В августе продают Незамерзайку. Синяя, это же Незамерзайка? Да, 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 Незамерзайка. А вон здесь в кафешке все останавливаются, а вон там сзади инспектора уже всех останавливают. Пахнет сеном. Новосибирская область. О, ничем какие цветы тут растут. Какой-то репей прокаченный, мега-мега прям. Кто знает, что за цветы такие. Капот вон приоткрывается, да, чуть-чуть. Один замок только держит. Короче, вот тут все распетушилось, сейчас надо как-то зачищать дальше, наверное, дергать. Блин, последний раз надо открыть капот. По идее я могу поехать помедленнее, чтобы масла сильно не ело и хватило. Но если я пойду медленнее, то у меня свечи быстро закидает. Лучше открыть его. Хоть до дома осталось всего 200 километров, нужно этот момент на карандаш взять. Не открывается нифига капот. Последний раз осталось это сделать. Уже все, попробовал. Просто один раз откройся еще раз. Жопа, блин, вообще. Попутчик там уже накаляет. Надо ехать. Лёхи уже по своим делам. Короче, чем больше вот эту штуку, вот эту, вытягиваешь, тем дальше, походу, вот эта проволочка становится. Давай, дружище, как бы. Вот мы все, дегнись, чтобы мы все ели, мы все ели, мы все ели, мы все ели. Как это все снимается-то, по-нормальному. Сначала вот эта накладка, наверное. Так еще хуже. Вот, блин, неожиданность, так неожиданность. Ну, один раз осталось. Ну, ладно бы, где-то по пути я там ремонтировался бы. Ну, вот. Возможно, я доеду так, но рисковать не хочется мотором. Сейчас вот это все распушать надо. Распетушать. Может, я что-то испортил. Вот, по идее, сейчас дергаться должно, оно отрывается. Ну, тут, конечно, три жилки вон торчит, а где остальные-то? Мне бы за остальные подергать. Потому что я сейчас здесь, я сейчас все это оторву здесь до конца. Придется болгарку брать опять. Капот болгаркой открывать. А, вот она здесь в изоляции это, что ли, идет? Я, возможно, вообще не то дергал. Вот видите, я дергал вот это, а надо дергать, вот здесь изоляцию снять и здесь дергать. Ну, давай. Тут-то тоже три кустика этих, блин, тоненьких. Как тебе открыть-то, блин? Ах, наконец-то! Сейчас туда все, просто масло залью, которое и осталось, и все, нафиг. Вроде дернулось. Не, нифига, короче. Не, не открылось. Ну, еще попробую дернуть, что делать. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса. Ну, не отчаивайтесь. Комментировал, как послужит, или еще не бой заводить. Да, пора уже заводить сейчас. Ой, блин. Вроде все, нормально. О-о-о! Что-то плохо совсем, да? А, он еще не завел? Да, не открылся. Вот здесь залипает старт туда, получается. Не знаю. Не отпустил сейчас, он крутил, блин. Ну, он сам крутит. Все, парни, завелся. Пока работает, я, кажется, познал. Давай, удачи. Счастливо, доехать. Давай, давай, удачи, Ром, давай. Все, как обычно, привет всем странам и под республиками. Ага, хорошо. Не знаю я, с кем я поеду. Меня этот Евгений, если мы договорились с ним, нам надо. Он говорит, ну, я подожду немного, как бы, на пол первого поездка. Ну, вот отсюда часа три ехать, не больше? Три? А, или сколько километров здесь? 200 километров, ты же говорил. А, ну, 200. Ну, сейчас про ремонт и не ремонт, ты сам знаешь. Надеюсь, сейчас свечи не закидает, чтобы опять его открывать. Дорогу сделали. Сейчас медленно, если поедешь, может, свечи закидать. А сейчас сколько время по Новосибирскому? Я не пойму, открытый он или нет? Вроде бился, а сейчас не бьется. Нет. Так-то, если он сейчас откроется, вообще невесело будет. Капотик на стекло. Что показалось, что ли? Так, создать новый, как, так. Все, ты его сразу в друзья добавляешь, раз такое дело. А он видишь, я, говорит, я уехал с аэропорта, высадил человека. Ну, что ты сразу-то не сказал? А то кого-то мык-мык втиханул, трубку бросил. А, он трубку бросал? Ну. Пока не знаю, где ты, сегодня где-то рядом встретимся. И сразу от вида хочу, чтоб нас с тобой от лишних глаз укрыло. Темнота, наш лучший путь. В город вон заехали. А, нет. А, да. Затроила машина, закидала свечи. Ха. Ну, сейчас уже доедем на такой... Если ошибка вон заморгала. Неужели они приехали? Вообще ничего не говорили. Я-то пока еще не приехал. Конечно, с открытым капотом ехал бы. Пипец вообще. Как не открылся. Чисто на защелке держится. Кто открыть не мог, кто закрыть. Слушай, блин, тепло 22,5 градуса ночью. Сейчас, час ночи, да? Там мы были, днем было 10 градусов. Сети не было. Нет, ни курина, спортсмен. Спичек есть, ни более. Не поджигаем. Все гуляют. Блин, синих мочек. Да, это позитиве. Смотри, поиск жертв. А потом, говорит, привокзальная осенявка предложила продажной любви. Кто, где, да? Чи, да? Чи или не чи? Ладно, давай, Алексей. Ладно, Ром, приятно было, блядь, с тобой по отцам. Дай бог тебе здоровья. Счастливой дороги. Спасибо. Начало знакомства с Алексеем было, конечно, не очень. Когда я понял, что он из чего-то жесткое принял, и алкоголь, или что, я не знаю. Вообще не хотел его сначала брать, но в итоге нормально заобщались. По дороге, можно сказать, подружились. И все, ну, вы сами, в принципе, все видели. Два дня тачка стояла. Сейчас куда-нибудь в более удобное место подъеду, чтобы в теньке было. И к бордюрчику, чтобы было удобно свечи вытаскивать, чистить. Так, ну все, завелись нормально. У меня в гараже есть свечи, которые я вытаскивал с бэхи. Я сейчас поеду и их поставлю. Все это что-то новенькое. Ох, ни хрена себе там масло. На всякий случай проверил уровень масла, он в норме. Ну, по крайней мере, выше минимума. А то там такие эти капли под машиной были, что впору опять асфальт мыть. Я не специально. Прости, и вообще я не жру масла. Оно просто вытекает из меня. Тогда там уже прокладку поменяешь мне. А то так часто придется мыть асфальт и гараж. Тем временем мы уже в гараже с ренджиком. Здесь вот Мазда стоит. Я знал, что эти свечи мне пригодятся с бэхи. Сейчас я ими воспользуюсь. Причем здесь четырехконтактные свечи, такие, ну, можно сказать, лакшери. На ренджике двухконтактные стоят, и даже две есть одноконтактные. Такое ассорти небольшое. Вот. А здесь, по-моему, даже оригинал BMW свечи. Но после замены на бэхи, по-моему, вообще ничего не поменялось. Поэтому, в принципе, они, я думаю, нормальные. Опа! Тачку почистил, значит, свечи почистил. Сейчас еду на мой. Что это такое? Какой-то у меня стук появился. Сейчас тачка моется на мойке. Я первый раз увижу ее чистой. Она ведь и на фотках грязная была. Ну, и по видосам так особо ничего не видно было. Ну, я думаю, все будет нормально там, под грязью. Чуть-чуть жучки на железных элементах, а так больше не будет никаких нареканий, я так думаю. Он доведется потом? Да! Всем привет! Короче, бруска, лечить такую. Мне надо тайсик висеть вот там, второго. Там тоже, кстати, какой-то ренджик стоит. Привет! На аварийке. Да, мы думали, это ты уже ехать надо. Нет, это еще не я. Я с открытым капотом, но пока не на аварийке. Пока можете изучить автомобиль. Я вот нам... Свежие боевые шрамы. Почему это старые? Да я вот чистую только сейчас машину увидел. А, да? Я сам пока еще не смотрел даже пацаны на нее. Я видел там рыжики где-то есть на железных элементах. А сейчас что, капот открывается? Сейчас, да. Сейчас он что-то не закрывается. Я вот тут 200 километров последние. Короче, осталось один раз масло долить. Я его еле открыл. Там все, короче, оборвались эти тросики уже. Туда дальше полез. Там уже начали подписчики останавливаться. Вот. Вроде захлопнул. Приезжаю он вот так вот. А у Миши же он... Матрички получили. У Миши открывался он, зараза. На ходу? Да. Ум. Ум. Умер. 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 Встреча в самом разгаре. Всем привет, кого не видел. Привет. Перекусим сейчас, закроем багажник. Он здесь проезжал, мы уже почувствуем. У меня вся жопа закидывала в масло. Он пишет 650 литров гейтбензы и 23 литра масла. 12 литров на 100 километров. Это ты сотку ехал? Это я 108 ехал. На нем если медленно ехать, начинает свечи сильнее закидывать. Если сильно быстро ехать, я так понимаю, начинает масло жрать. Димиксид надо. И видео снимать с проверкой. Запоздавшие немного. Гараж 54, говорим, молоко лить. Ну они там чего только не льют. Супротек. Супротек это дорогая присадка какая-то, да? Ну я, кстати, заливал. 300 тысяч проехала Камли, не грамм. Но я новый делал. Не знаю, может из-за него не знаю. Ну как новый, там 50 тысяч у него проехали. Вот Супротек в рейндж-ровер заливали. Нет, Супротек я не лил. А, не лил. Жалко. Ну не знаю, я сделал только капиталку, мне никакие присадки не нужно. Мне вообще масло не будет. Это единственное решение, если честно. Если мотор болеет, то он болеет. А хоть залейся там, что угодно. Вот здесь получается брякает. Откуда это звук? Сидит прям вибрацию чувствуется. Получается подвигатель ошибка, который ты видишь. Ага. Все, да? Надо просто полазить подольше посмотреть. А если там сопротивление будет? Все, цена только что на 100 тысяч. Прикольно. Спасибо. Блин, я засматривался на такие программы. Ну вот эти лаунши. Ну пока я ЛМшкой обхожусь. Она какая-то у тебя худая. Универсал. Они вроде автобусные. Ну я не знаю. Или она просто заниженная. Заниженная, да? Сейчас сделаем нормально. Ну что с автобусом. Классно все. Ребят, ну вот наконец-то я доехал. Извиняюсь, что так долго все это происходило. В следующий раз постараюсь сделать побыстрее. Только вы досмотрели все серии по перегону. И завтра я хочу сказать, что я опять улетаю в небольшое путешествие. Хочу автомобиль купить и совместить это все с культурной программой. Кому интересно, переходите в инстаграм. Подписывайтесь. Там буду скидывать пока короткие истории. Все вот эти фишки. Чтобы держать вас в курсе. Да, давайте вспомним нашу традицию. Комментарии из прошлого видоса почитаем. Скофилд Айпкис пишет. Щупа длиннее купи и норм будет. Ну это для ренжа. Чтобы типа... Чтобы типа спокойнее себя чувствовать. Спасибо за шутку. Серега Трисемерки пишет. Рома, я из будущего. Скоро ты ренжа на рынке будешь продавать. Но он нахрен никому не нужен останется. Кто из 2К 19? Ставьте лайк. Пишите комментарий. Серега, спасибо тебе за предсказание. Drive Selection пишет. Не пойму, что всем не нравится. Нормальный контент. Проехать 5000 км от Мурманска до Новосиба на ренже. Это уже подвиг и уникальный контент. Ну да, я тоже хочу сказать, что вот эта поездка, это путешествие. Эти знакомства, эти встречи. Это уже небольшой такой, ну не знаю, проект там, не проект. Ну, в общем, события лично для меня. Я это все прочувствовал. Я это все показал вам. И уже ради этого стоило вписаться в этот блудняк. Сейчас обе машины стоят на продаже. И кто не видел то видео, где я объяснял, как вообще моя стратегия какая, объясню сейчас. Я выставляю обе машины на продажу. BMW и Range. Машины не очень популярные, поэтому с какой повезет, быстрее какую продам. Соответственно, вторая машина останется на канале. Так будет сделать намного рациональней. То есть, если я какую-то одну выставлю, да, может она будет продаваться там сто лет. А может, если я обе выставлю, то есть в два раза быстрее все это случится. То есть, та машина, которая останется, или BMW, или Range Rover, уже с ней будем дальше работать. Кстати, скоро будут приятные новости по BMW. Чтобы не пропустить, нажми на колокольчик. Так, такой пользователь против Путина пишет. Роман, скидывай бумер, и на эти деньги свапни Узет в Range Rover. Узнавал примерно, приценивался. Свап Узета в Range Rover будет стоить, ну, что-то в районе 350 тысяч рублей. Это, ну, стоимость, по сути, BMW. Ну, если честно, дороговато. Если честно, ну, не знаю, насколько есть смысл вообще этим заморачиваться. Посмотрим, в общем, посмотрим. Надо сначала посмотреть, что получится продать в первую очередь, и от этого уже отталкиваться. ААПП пишет, отгони Range мутным замутом, они на нем по запчастям наварят бабок. Кстати, ребята, тот видос, который у нас был совместный с мутными замутами. Макс там выдвинул такую идею, если их ролик набирает там 10 тысяч лайков, по-моему, то они едут в Новосибирск за металлом. Кто хочет пранкануть мутных замут, кто хочет Макса пранкануть, переходите туда, поставьте лайков, и мы увидим их здесь, уже не отвертится. Как говорится, блогер сказал, блогер сделал. Все, парни, спасибо всем, кто смотрел, у меня завтра самолет, пойду собирать вещички, планировать чего как. Еще раз приглашаю в Instagram, кому интересно, следить будет за этим путешествием. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok